В столице продолжаются мероприятия, посвященные 50-летию газификации Якутии. В Государственном музее имени Емельяна Ярославского открылась экспозиция, рассказывающая историю становления газовой отрасли Якутии от начала и до сегодняшнего дня. В торжественном открытии приняли участие организаторы, представители Саха Транснефтегаза, ЕТЭК, Национального художественного музея, а также приглашенных гостей ветеранов, студентов и школьников. Всю историю становления газопромышленности Якутии теперь можно увидеть в одном месте. Макеты первых станций, проложенных труб, по которым голубое топливо впервые доставлялось до населенных пунктов. Эти и другие интересные экспозиции выставлены в Краеведческом музее. Подрадно то, что этой работой занялись сами работники этих акционерных обществ. Они изучили свои истории, очень хорошие архивные документы нашли, собрали документы по всем своим ветеранам, по всем своим отраслям. И поэтому выставка получилась такой емкой, очень хорошо освещающей историей у этих компаний. И также было собрано много, достаточно много вещевых экспонатов, как мы говорим. Работа по открытию данной экспозиции началась еще в начале весны этого года. Весь этот огромный материал собран по крупицам. Вспоминаний самих ветеранов, разборов архивных и видеопечатных материалов. Мы параллельно готовили книгу. Была издана книга под названием «Вздравствуй, газовая река». Вот эта книга рассказывает именно, начиная буквально с 1953 года, о первых истоках газа, когда был выявлен газ, и до сегодняшнего дня. Экспозиция, безусловно, наиболее полезна молодежи. Школьники и студенты с большим интересом слушали рассказы о ветеранах, о том, как они в условиях вечной мерзлоты пробурили первый фонтан. И началась полувековая история добычи, транспортировки голубого топлива. Мы думаем, что эта выставка была очень информативной. И, возможно, в будущем она поможет многим из нас выбрать профессию и связать свое будущее с нефтегазовой отраслью. Думаю, что, возможно, даже я когда-нибудь решу стать газовиком. Возможно. В принципе, экспозиция очень хорошая. Думаю, что, как сказала Ангелина, многие из нас, возможно, станут тоже газовиками. Юбилейные мероприятия газификации Якутии продолжаются. Работа экспозиции открыта для всех желающих до конца ноября. Али Кулисов, Анна Захарова, НВК Саха, Якутск.